такие несколько я сброшу но и здесь он Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проблема в том, что RSL один выключился за неуплату, а на RSL за многих игроков пинг. Так что не забывайте про родной RSL, скидывайте деньги и тушканчику. Или покупайте админки, и он их потратит на что-нибудь хорошее. Продолжение следует... 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 А, Реал стоит. Реал на воротах. Диабло. Пока мы все это разбирались, команда ИНН воспользовалась своим шансом и их быстренько сделал за счет 1-0. Ничего, неплохой задел. Не зря Деркиус оставил команду на матче. Так. Команда Факеда пытается произвести атаку. Майк дает по Аснамида, Кевин бьет. Ну, удар по центру, воротарь Люхо заслевает, в принципе. Реал. Мечник выносит, выносит, выносит. На Смерча. Смерч сегодня играет справа, непривычно. Обычно он всегда играет слева. Но Диабло тоже левый вингер, поэтому я чувствую пил. Хороший был момент у Смерча, хорошо быстрая атака, но пробил по центру. Опять же, легкий сейф. Товарищ Роналдо не играет, сидит и болеет. Так. В общем-то, после гола, ФКД более активно пока выглядит. Вынос, вынос, вынос не точный. Перехват хороший. Мечник сделан. Филипс. Пас на Диабло. Диабло проигрывает, неудивительно, пинг. Ох, упустил шанс Драгон. Мог забить. Мечник не рискует АРМ играть, выбивает по Бортику. Боится АРМ играть. Ну и, естественно, Бортик прикрыл Майк. Перехватил, сделал неточный пас в атаку. Неточный. Диабло выиграл АРМ. Меч. Ах, удар в девяточку. Просто все это выиграл АР. Сброс в штрафную и Смерч не упустил в свой момент. 2-0. Все неплохо и нам начали. У ФКД было пару моментов, они забили. У ННа три момента и два гола. Вот посмотрим, как будет выглядеть в ФКД. Без лайм и было. Без игроков, которые все-таки делали всю игру и забивали большую часть голов. Даже Лимон рядом с ними все-таки затерялся на Экфоне. Несколько непривычно, потому что обычно Лимон СА всегда выделялся. А в ФКД он уже не выделялся. Личник выигрывает АР. Сейф. Сейф. Реала легкий сейф. Пока все, что бьет ФКД, бьет прямо по центру, во вратаря. Даже не хардом. Такое засейвить. Даже... Даже... Даже не знаю кто. Даже тотально засейвить. Скорее всего. Вот хороший удар АР. АР на новый шоворот. Мишник. Проигрывает АР. Вообще, Мишник пока весь АР проиграл Драгону. За три минуты. Вроде бы. Драгон выигрывает борьбу. Пас. Майк. Майк сделал хороший пас. Майк опять сейчас прикрывает бортик. Прикрывает бортик. Но АР не выбивает. Приграл АР смерчу. Смерч... Вон, выбил, выбил. Потом. Не точно паскевина. Неплохой навес смерча в сторону Диабло. Но это ни к чему не привело. Высоковато было. Но пока вся игра, она не носит какого-то комбинационного характера. Все исключительно в борьбе. Навес. Стена. Навес. Как говорит санитар, комбинация. Стена-стена. Вот все так и играют. Вот мог быть хороший пас. От Дерфиуса оно немного неточное. Мяч у Дерфиуса. Дерфиус сделал ту ужасный пас. И перехват. Мячник на смерча. Смерч выигрывает АР. Драгон. Борьба. В углу. Мячник выиграл. Под ноль. Борьба. 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 Пока у меня блюр атыкал, ЭФКД уже воспользуется изобили гол ответный. Так, хорошо попустим. Так, Дерфиус выбивает АР очень просто. Лягко смерч выиграет снова АР у Майка. Что-то как-то Дерфиус много АР проигрывает. Мячник Драгону, а Майк смерчу. Смерчу, который не играет ни кэпов, ничего. Да и на матчи редко заходит. Официальный. Про товарищеские вообще не говорю. Но вообще там не видим. Пас на Диабло. Кривой. Кривой пас. Ничего из этого не вышло. О, хороший пас. Патэ. Молодец. Ну-ка, цели, цели. Давать некуда. Далп просто вперед. Мечник что-то как-то борьно играет немного. Взял такой пас кривой, когда был один, никто не мешал. Все было просто. О, Майк хорошо увидел подключение, открывание права Венгера и точно адресовал пас. Правда, это ничего не привело. Но главное, увидел. Патэ. Подбил и потерял. И могу спрости к опасной ситуации. Мечник очередной неточный пас. Сколько же можно опять неточный? Да. Ну, в общем, я не знаю. Наверное, из 10 передач, в общем, чужому. Стабильно. Ну, тут он выбил вроде нормально, но там Майк уже по борту все перехватывает. К сожалению. Майк уходит в зону атаки и у бортика все закрывает. Если не там идет, Майк первым. Если Аэром, то может перелететь. Драгон зацепился за мяч. Зацепился и выиграл Аэр. Майк молодец. Очень хорошо. Пробил, но пробил почему-то стуали. Хотя мог присесть. Драгон. И не забил хороший момент. Снова атака ФКД. Снова Драгон. Снова Аэр. И снова выиграл. В общем-то, в последние минуты явно ФКД перехватил инициативу. И играет явно лучше. Но пока реализация, конечно, хромает. ФТ подключают. ФТ возвращает Драгону. Драгон ФТ. И ФТ пас в никуда. Пенис, иди-ка сюда. Сейчас с ОМОСами будем. И знаешь, что я хотел сказать? У тебя другая болезнь. Не будем о ней. Ну, почему равная игра? ФКД давит. 2-0, а после этого ФКД давит. Так. В общем-то... О, наверное, мало что получается. Если ФКД начнут, все-таки последний пас будет точный. И... Последний удар будет точный. То голы пойдут. Но пока именно пас хромает последний удар. Или удар. Странное решение. Филиппс получил мяч на триколию. Кривую удар. Вместо того, чтобы сделать пас. Или пробить нормально. В общем, неудачно распорядился. В простой ситуации. Снова борьба за мяч. Снова Драгон и Мечник. И снова Драгон выигрывает. В общем, Мечник пока неудачно играет с Драгоном. Совсем. В плане борьбы за мяч. Очень много проигрывает. И даже в тех ситуациях, когда вроде бы ему ничего не мешает, то он все равно делает не точный пас Мечник. По Т-бакшотикам. Но это легко выбивает. Снова, снова мяч у Мечника. Мечник выбивает. Это перехватывает. Легко. И мяч снова летит обратно. В общем, все, что выбивает Мечник, все сразу же возвращается обратно. Я вот смотрю, наверное, из 10 выносов или пасов 9 сразу же обратно идет. Это, наверное, вина не только Мечника, но и Смерча. Пас у Диабло. Патэ перехватил. Все просто. Мяч получает Кевин. Его накрыл Мечник. Вот в этот раз он хорошо подстраховал мина. Патэ получает мяч один. Пасует. Поспешил. Мог не спешить, отдать хороший пас. Все-таки был один, а он поспешил. А там все были закрыты. Надо было выждать. Санитар бы выждал. Да, санитар? Ты такой, ты не спешишь. Я тоже бывает выжидаю. Но я играю в двух форматах. Или все делаю быстро, или наоборот все выжидаю. Майк, борьба. Майк выиграл. Молодец. Пас, пас, пас. Удар в штангу. Антрахес. Да, момент был хороший. Веркьюз выиграл борьбу у Антрахеса. Выбил по 1. Смерч по 0 у Майка. И Майк снова тоже перехватил. В общем, уже по 13 минутам понятно, кто главный герой и антигерой. Главный герой ФКД это Майк. Раз перехватил, два перехватил. Можно перехватывать гола на балу. Ну, а у НН пока не очень хорошо играет мечник. Вот мечник сейчас выбил, но так неудачно. И Драгон в такой ситуации никуда пас. Драгон опять мяч получает. В общем, Драгон неплохой вингер. Может. В прошлом сезоне он был второй по ассистам. Понятно, после кого. Я во многом по этой причине его позвал в Джокерс. Глядя на то, что... Смотрю второй по ассистам. И думаю, ну, на это что-то... О! Отличный пас Драгона на Ки. На Ки. Хардика. В уголочек. Смотрю Драгон. Много ассистов. Думаю, ну, что такое. Надо позвать парня. Посмотреть. Все-таки статистика. О чем-то говорит. Но в Джокерсах он скорее превратился уже из игрока, который больше пасует. Который больше забивает и меньше пасует. Ну, в Джокерсах всех игроков постигает одинаковая судьба. В плане подыгрыша. В общем, 2-2. Все к этому и шло. После счета 2-0. ФКД, в общем-то, имело преимущество. До ИНН вообще игры особо никакой нет. Все просто. Бум-бам. Вот игры нет, то смерч кинул на Филипса и гол. Наверное, один из редких моментов, когда что-то путное вообще они создали в атаке. Когда игрок взял и все-таки сделал точно пас. Ох-ох-ох. Потопускает Диабло. Диабло один пас на ближнюю. На смерча и смерч. Братарь спасает. Хорошо. Набежал на смерча и не дал пробить практически. Заблокировав удар. Ну, в общем-то, счет 2-3 первого тайма. Но я бы сказал, что скорее ФКД должны были везти в счете. Но тот, кто не забивает с момента, тот иногда проигрывает. В общем-то, изначально мне перед игрой и вообще в этой паре казался фаворит все-таки ФКД, потому что все-таки там больше мастеровитых игроков. Так, если так смотреть, у них предпочтительный состав выглядит. Но все может быть. В принципе, ФКД не намного сильнее, я думаю. С уходом Лайма, Бейла. И еще, если учесть, что Лимон не ходит, ни на Кэпо, ни на Мачек бывает, даже не всегда ходит. То момент шансов возрастает. Если они сегодня выиграют, то кто знает. Ну да, единственный нормальный игрок. Самый сильный игрок ФКД, конечно же, Роналдо. Но по условиям обмена он не может играть за ФКД. Надо было оставаться Роналдо Ванена и играть против ФКД. Все просто. Да, тут спецзаказ. Передают привет какому-то гею из Королева. Питенец. Так, передают привет маме Майка. Ее очень любят. Аноним. Так, не можем это сказать. Кто ее любит? Аноним. Хорошо, что не другое. А, ну-ка, понял. Факт, я слил борьбу. В легкую. Но Диабло не успел на мяч в первеннике. Я вообще не шучу никогда. Да, это вообще. Борьба в лобахе Майк, смерч. И смерч выигрывает, правда, под верх, на дальнюю штангу. Конечно, шансов такого забить очень мало. Ну, если бы у игрока был не Клайм, тогда да, это, вероятно, мог быть гол. Но там Диабло с пингом шансов мало. Так, значит, какие-то девушки смотрят. Но это девушки не Майка мне уже доложили. Другие. Драгон, стол. Упустил верху своего игрока. Ну, и он был свободен. Сделал пас на Драгона, и мячник не успел прикрыть. Удар в голок. Роналду, я знаю. Приходи ко мне, давай вместе. Гол? Ну... Угу. Что? Ты меня сам добавь. Питок. Я царь, я не добавляю. Меня добавляют. Счет 3-3 так, по-быстрому. ФКД отыграли со стронтами. Тимплбек на Филипса. Филипс Айрон. Не совсем удачно. Ну, что можно про чемпионство Дерфю рассказывать? Майк, конечно, ему одно чемпионство дорисовал. Дело в том, что Дерфюс был всего один раз чемпионом Са. И один раз чемпионом Вондера. Майк, причем, сказал, что два. Ну, второй сезон, когда он играл, они чемпионами так раз не стали. Дерфюс всего два сезона там провел. А еще у Дерфюса было достижение в командах Вондера. Они стали чемпионами. И он вместе с ними, он там стоял на раме. Правда, надо сказать, что во второй половине чемпионата, в ответственных играх, все-таки на раме стоял не Дерфюс, а ОМГ. В классе как-то Дерфюс не доверял. А еще Дерфюс выиграл второй дивизион в прошлом сезоне. Во многом благодаря тому, что я не все матчи на форсах пришел. Они там потеряли очечки и рыбалочка выиграла. Смотрите, как все просто разыграют. Пас на хар, удар, губок. Ну, можно рассказать про достижения Майка. Какие у Майка достижения? У Майка самое главное достижение в том, что у него довольно часто команда с очень хорошим составом, который может даже выиграть чемпионат. Каждый раз случалось, что и в пятом, и в десятом сезоне был хороший статат, и в восьмом. Ну, любой сезон, какой ни возьми. Да и в этом поначалу все было хорошо. Но вот, как ни странно, ничего они не выжимают с приличного подбора игроков. Можно рассказать про достижения Канетеля. Канетель у нас лучший бомбардир двенадцатого сезона, и в прошлом сезоне он в Кубке был лучшим, да, ассистером? В этом сезоне он вообще потерял всяческое уважение к одному человеку в лиге. И хочет, вы представляете, стать лучшим ассистером этого сезона в лиге. Я просто шокирован. Шокирован его намерением. Андрей, что с вами? Ваше дело голы. Наше дело передачи. Майк выиграл в борьбу. Хороший пас был на Кивина, и Кивин штампы. Повезло, повезло. В общем-то, судя так по игре, все дело уже идет к победе в КД. Что-то я не верю. И не вижу, чем она вообще собирается отыгрываться. Да, они там забили несколько голов фартовых. Но играли-то они хуже всего. А теперь еще в пользу ФКД. Еще если один гол ФКД забьют, я думаю, шансов у нас уже не будет. Ну, конечно, после матча, господин Тушканчик, вам все вспомнят. Бан, меми, нерабочие, первый сервер. Ред карта в матче с Джокерсами и так далее и тому подобное. Так еще глядишь с Катаначи, ну, не знаю, Катаначи я готов на себя взять. Или на кого-нибудь другого, если Дерфюс не хочет ими рулить. Ну, все, игра сделана. ФТ подключился спокойненько. Его никто не крыл. Прицель надал пас на Кея на гол. В общем-то, дефы ФКД, вот это уже 20-я минута, они все 20 минут активно помогают атаке. То, что защитники Джокерс не всегда делают. Но это все приводит Голан. В ФТ уже 2 асиста из дефа. Вот как надо играть в защите. У Бурика в матче с потными тоже 2 асиста из дефа. Так что из дефа асисты реально раздавать. Вот, пришел Ник, сейчас, наверное, будет замена. Ну, я шучу, конечно, не будет. Просто укреплять надо в первую очередь атаку, а укреплять Юзиники. Мак свободно получает мяч, прицеливается и делает первый пас. А этот, я мог тоже что-нибудь быстренькое создать. Ох! Паспорте, который перехватил Филипс неудачно. Ну, прям на Драгона и Драгон в уголок. 6-3, но какие еще варианты? Да, в этой паре, походу, борьбы все-таки не будет. Пожалуй. На мой взгляд. Можно рассказать вот такое про достижение Тушканчика, например. Да, Тушканчик. Пришел в восьмом сезоне, был у Майка в Пасаге на банке. Не особо. Там пару матч он там сыграл. В девятом тоже как-то не особо. В десятом, когда Майк сказал, у них был игрок такой в ФКД, Вальдес. Майк сказал, что Вальдес позорит эмблему клуба и вообще самого Майка. И выгнал Вальдеса из команды. Но Тушканчик не согласился с данным решением и перешел в ЖИН. Хотя, наверное, причина была не только в этом. Да, Олежка Королев, который был. А потом Тушканчик пришел в ЖИН и там они стали наяривать. Даже одну очку взяли. А до этого была боль. Потом он из этого ЖИНа создал свое знамя труда. Тогда я ему еще надо сказать, помогу развал Катаначо. Прямо перед сезоном он оттуда игроков добрал. И они неплохо так смотрели. Заняли тогда пятое место. И Пуки проиграли Джокерсом в одной четвертой. В трех матчах. Один матч выиграли. В борьбе проиграли. Все матчи были потные. Так. У меня тут почему-то просят деньги во время стрима. Я не понимаю, что за дела. Я бедно, у меня ничего нет. Да, самый сейчас вопрос. Брил, дай денег. Так, что мы там про Тушканчика говорили? Значит, потом они создали знамя. Точнее говоря, уже когда был слава на знамя. Вот 11 сезон пятого места там. Так неплохо, в общем-то. Они обошли тогда главного слуха конкурента ИТЛ. В борьбе за пятое место. Но ИТЛ, надо сказать, с Гошаном вообще за всю свою историю ничего не показали. В лиге сколько было слов, амбиции. В общем-то, напоминает сегодняшний НН. Слот много, а результатов мало. А в 12 сезоне он уже собрал более сильное знамя. Они усилились там по составу. Он добрал игроков из знамени второго, которые играли в 11 сезоне в трой дивизион. Ну и благодаря еще тому, что тогда Джокер с Поттами объединились, а потом они развалились. Фактически это все привело к ликвидированию двух команд. И все это во многом позволило все-таки именно этой. Позволило знамени тогда занять третье место в чемпионате. В итоге успех третьего места. А потом Майк почему-то решил распустить свой ФКД. И Тушкан опять добрал игроков. Бурика, Мисси, Фрэша из ФКД. Еще и Док перешел. В общем, они набрали какой-то супер состав. Сычев тоже туда как-то забежал. Ну и в прошлом сезоне Легко и просто, естественно, выиграли. Ну если у них объективно команда, наверное, самая сильная была по составу. Да и самая сильная за историю РСЛ. Таких команд еще у нас не было. Так что я не знаю, у меня всегда задают вопрос, как Тушканчик людей в команду собирает. Почему? Все хотят играть у него. Притом, если он зовет в знамя, идут туда топ-игроки. Если он зовет в МЛП туда, то идут игроки попроще. Вот я зову там Джокерс, не хотят. Зову Форса, не хотят. Да. Тушкан, ты, наверное, гибно-тизер. Так что сегодняшнее знамя – это сплав Джина, Катеначу, ФКД и самого знамени. Ну и в этом сезоне, очевидно, уже все так надеялись, что потные смогут что-нибудь, смогут обыграть. Я матча не видел, меня не было. Ну, я видел лайнап с Васей в дефе, все понятно. Потные хотели выиграть, грамотную расстановочку сделали. В общем-то, если памятение не изменяет, то именно против Са Вася всегда играл в дефе, и они проигрывали. Вася в дефе хорошо умеет играть в плане атаки, но вот с такими командами, как знамя и Са, это слив будет. Так что знамя выиграли, и фактически уже чемпион. И завтра они должны будут заиграть в кубке в четвертьфинале против Кикерса. Возможно, на этом сервере, где у Кикерс будет гигантский пинг, хотя, мне кажется, все равно в той паре все ясно. Знамя, если захочется, пройдет. И вообще, мне кажется, на лиге есть только одна команда в реальности, которая все-таки в состоянии оказать какое-то сопротивление знамени. Угадайте, о ком я говорю. А остальные команды, мне кажется, все-таки не. Ну, конечно, я говорю про МЛП. Молодцы. МЛП. Когда вот ушел Тушканчик, вот сейчас они укрепились. Тушканчик ушел, да? Теперь они стали сильнее. Нет, фактически был агент знамени, да, который там специально бы сливал заиграть. Теперь он сливать не будет. Все, теперь у них все шансы. Хотя бы очную игру выиграть. Ох, Айром выиграл. Выиграл, выиграл, выиграл с мерч. Он уже теперь слева играет. Но файтер... А, Кексик стоит. Кексик, Сейф. Хотя, почему файтер не играет? Файтер не играет и не стримит. Я им недоволен. Да, действительно, непонятно, зачем. Зачем, зачем. Ну, во-первых, пункты поставили не на ГК. На ГК стоит Реал. Ничего не изменилось. Сейчас я вам скажу, где пункты играют. Пункты играют в спеках. А, видишь, Виньки. Ну, в общем-то, в спеках и в миде в данном случае это одно и то же. Разницы нет. Ну, в общем-то, игра медленно катится к своему логичному завершению. Ну, ничего удивительного не произошло. В общем-то, и нам вели. Казалось, была интрига, но... Давать подключаться все время защитникам к атаке, не крыть их. При том, что люди, которые играют в обороне, Филипс, Дерфиус и Мечник, своих игроков тоже упускали. Конечно, это придет голом. Все закономерно. Вот Бурико не крыли в матче с флотными. Два асиста. Можно, в принципе, и не крыть дефа даже. Давать им подключаться, играть на контратаке. Но для этого должна быть и защита, там, железобетонная, и вратарь хорошая. А если вы этим не располагаете, то надо отрабатывать защитник. Дерфиус делает перехват на смерча, Что-нибудь смерч делает. Да, он мог сделать, но особо адресов не было. Снова смерч один, его уже никто не кроет. Пас, кекс вышел. Все просто. Очередной пас от Фоте и третий. И снова на Кевина, и снова гол. Вообще, учитывая, что когда он взял пас, там, перехватили на Драгона, то фактически четыре атаки голевые сделал Фоте из Драгона. Неплохо. Главное, Фоте такой защитник. Все-таки, если надо атаковать, он атакует. Если надо защищаться, не подключаться, он защищается. Он соображается. Очередной пас от Фоте. И снова на Кевина. Все просто. Дирфаут, не кин. Да, пожалуй, это замена. 47 секунд, она кардинально изменит игру. Наверное, один раз перейдут в центр поля и пропустят свои ворота. Все, Дирф ушел, его будет бомбить после игры. Да, столько событий в один день. Обе команды проиграли, а столько было надежды, амбиций. Ну, надо реально понимать, что соперники, в принципе, посильнее будут. Особенно, когда начал Джокер, но там шансов мало было изначально. Ник получает пас. Хороший был момент. И он отлично пробил в уголок. Но Кекс угадал угол и засадил. Все. 8-3 победы в КД. С вами был Тушканщик. Не забывайте меня. Кидайте деньги на сервер, на сайте. И Бог будет с вами. Пока.